как зинка кольку от пьянства отучала пил колька горько и ладно пил как все по праздникам там или хотя бы пиво по пятницам так нет запойме да такими что хоть святых выноси бывало зинка придет с работы а он уж лык не вяжет по квартире ползает с мертвыми сослуживцами спорит а то и с кулаками лезет сам колька нигде не работал да и где его такого терпеть будут только первая получка и поминай как звали все больше подрабатывал тут дорожку от снега почистить там с переездом подсобить узинки в магазине опять же на разгрузке зинка как ни крутилась и бутылки по дому прятала и получку отбирала до бестолку что что а выпивку колька всегда добыть умел словом был он настоящим алкоголиком зинка баба не глупая не старая еще понимала что жить так нельзя сперва поговорить пробовала мол ты николаша совсем пардон обнаглел колька разорался обиделся ушел средь ночи а вернулся домой лежа на бровях ни посулы ни угрозы не работали стала зинка по врачам кольку водить но и тут сплошное расстройство сначала терапевт вяло со скукой предложил ему бы какое увлечение найти знаете хобби ну чтобы отвлекаться против алкоголя шибко сильно культура действует искусство театр кино ну или на худой конец карусель с музыкой театр кольку не впечатлил совершенно руками машут говорят чего-то голоса зычные словом фиглярство сплошное дождался колька антракта да так в буфете налакался что его швейцар в ливреи в зашей вытолкал и милиции грозился предлагали в наркологию лечь прокапаться колька разбушевался не позволю говорит дьяволы ветеранов психушку упекать в реабилитационном отделении только руками развели мол коли пациент в здравом уме и трезвой относительно памяти от госпитализации отказывается то размещать у себя не имеем права и вообще уводите своего буйного шуму от него много у гипнотизера и вовсе неловко вышло тот глазищами зыркает пасы делает и командует когда я досчитаю до десяти вы уснете а проснетесь по моей команде считаю раз два три а колька не стал дожидаться пока тот досчитает сразу уснул да смачно так с храпом ему зинка до того чекушку подсуропила а то он ни почем идти не хотел гипнотизер вокруг танцует аки и девицы а колька зная себе храпака задает до пузыри пускает не проснулся он ни по команде не после пощечины пришлось водой в лицо брызгать а все ж ты щенку гипнотизер не вернул сказал он же уснул а значит был подвержен воздействию гипноза вы погодите он может теперь и не запьет куда там пришел колька домой уселся на софу в продавленную ямку включил телевизор достал припрятанную пол-литрушку и понеслась душа в рай плакала зинка по ночам слушая заливистый колькин храп и оглядывая его широкую спину проводила руками по грудям уже обвишен по складкам на животе да по бедрам целлюлитным и кляла себя дуру и судьбу свою незавидную был когда-то лет может десять назад колька первым красавцем на районе служил в чечне вернулся высоким широкоплечим цельный день мог на турнике вертеться бабы на него штабелями вешались а зинка тогда встречалась с женькой соседом своим напротив тот субтильный очкарик все больше про романтику да про цветы болтал за ручку с ней держался лишнего позволить не не любил ее больше жизни хороший был мальчик не пьющий образованный как мама выражалась с перспективами в армию не ходил поступил на физмат с военной кафедры а потом рассказывал мол программистом будет говорил ты зина представь скоро в каждом доме в каждой конторе будет по компьютеру а то и по несколько а я буду для них программы писать это сейчас самый калинкор зина в компьютерах ничего не понимала и ничем таким не интересовалась но женьки не верила зачем в каждом доме компьютер в игрушки что ли играть советовала ему повзрослей сопленков пошел бы лучше ты куда-нибудь в рыбопромышленный или дорожно-транспортный женька сопленков смеялся махал рукой потом мол поймешь зинка так и не поняла и фамилию сопленков как не примеряла никак она ей не нравилось а тут как раз сколько трифонов за ней приударять начал то с цветами встретит то на аттракционах кататься зовет местные бабоньки от зависти едва не шипели зинкой не стал кочевряжиться красивый мужик ухаживает приятно женька разузнал не без добрых людей и устроил зинке сцену ревности прямо в подъезде разругались вдрызг а зинка ему назло начала сколько и встречаться специально его домой к себе водила и долго с ключами у дверей возилась чтоб женька глазку подбежать успел ну и довозились с ключами пошла узеньки задержка тут и свадьбу пришлось играть зинка первым делом сопленкова пригласила чтобы разглядел как следует потерянное свое счастье на свадьбу женька пришел бирюк бирюком с щенком в руках щенок мелкий мелкий всего щенка то четыре лапы хвост до пятнышка белые на лбу промямлил женька что-то невнятное про уют в доме сунул зинке кутенка на жениха не взглянул и пропал только на утро зинка узнала что пока она под колькой в брачную ночь чичалину изображала женька у себя в комнате люстру снял да на том крюке и повесился со щенком тоже некрасиво вышло только дверью с пьяну хлопнул и псинку зашиб даже имени дать не успели стали жить поживать родители женьки при встрече с зинкой в ее сторону разве что не плевали а вскоре съехали зинки на мать тоже свинтила на дачу чтоб молодоженам не мешать стала с проводниками закрутки до наливочки передавать с наливочек все и началось очень к ним колька пристрастился он и раньше трезвенником не было тут как с цепи сорвался на завод пора на смену а он по коридору как дитё ползает и вообще того и гляди в ригу поедет раз прогул два прогул потом он чего-то там набедокурил в пьяном виде и погнали кольку с завода с саными тряпками а зинке уж рожать скоро пузо еле в дверь и пролазит имя даже придумали машка в честь бабки испугалась она куда с таким отцом-то детенка воспитывать это ладно они пока вдвоем ты да я да мы с тобой а мать с дачи чуть ли не ежечасно звонит когда мол можно приезжать внуков качать а с таким муженьком какие внуки такой детенка либо тумбу в пьяном виде трюхнет либо в коляске у магазина забудет и это уж не говоря обо всяких пеленках распашонках да кроватках детских где на все напастись коли папка копейки приносит да и те все на горькую уходят вызвала зинка кольку на разговор мол так и так как хошь или пить бросай или собирай свои манатки довали на все четыре стороны призадумался колька даже бутыль в сторонку отставил а после забожился мол не капли в рот больше и вообще как-то внимательнее стало то приберется то поесть готовит а то временами вовсе заботу проявлять начнет мол как вам зинаида павловна не дует ли не жарко мож вам угодно чего словом образцовым мужем стал но ненадолго за не могла вдруг зинка температурит сил нет пот слезы и крови пошли будто никакой беременности и в помине не было щупать зинка живота он кажись просел и движений никаких не наблюдается испугалась зинка заблажила вызвали скорую приехал фельдшер осмотрел по-быстрому и говорит собирайте ее паспорт полис тапочки халат на экстракцию повезем что такое экстракция зинка не знала но всем нутром почуяла нехорошее что-то и сразу так гадко потянуло в животе в больнице зинку уложили на кушетку и все такие сочувственно деликатные аж противно зинка истерику устроила металась бледная страшная а ну отойди-ка навалы сейчас я вас тут всех распотроню а эти в халатах зная себе твердят антинатальная гибель плода срочно на экстракцию узи рентген общий анализ крови и возят зинку как королевишну шагу не дают ступить тут она и поняла что дела и и совсем не ладны привезли зинку в палату рядом ставят столик с инструментами а там мама дорогая щипцы крючья ножи я ли зинку втроем санитарки удержали пока анестезию вкалывали только подействовала сковала зинку по рукам и ногам будто в цемент закатали и глаза словно овчери провалились тьма наступила что там с ней врач делала она и не в курсе была а только когда очнулась живота совсем нет только нашлепка белая повязка значит начала на эту повязку вскрывать поглядеть что там что с ее кровиночкой тут же со всех сторон медсестры санитары за руки ноги держать закололи ее до состояния индийской коровы лежит зинка скучает а врачиха толстомясая тетка лет тридцати напутствует вы милочка не думайте ни вы первое не вы последнее оно у каждого запросто случится может вы может покушали неаккуратно продукт аллергенный или еще какую оплошность допустили и ребеночей организм не выдержал хорошо мы вас вовремя прооперировали а то ведь там день 2 и тю тю это тю тю врачиха показала каким-то замысловатым жестом будто мог прогоняла пришлось у вас там конечно на нижнем этаже шороху навести вы уж не обессудьте кисты эндометриоз сами понимаете зинка не понимала но нет ничего невозможного нынче наука семимильными шагами шагает вот я вам тут брошюрку про эко оставила почитайте на досуге вы скоблили тогда зинку знатно раз и навсегда детей на с тех пор иметь не могла сколько приезжал уже под шофе как по заказу с авоськой мандаринов и купленному метро веником с порога объявил мне можно у меня стресс я может первенца потерял через неделю выпустили зинку из больницы пустую телесно и духовно как сквозь вату слушала она наставление врача мол тяжести не поднимать алкоголь не употреблять и неделю еще кровить может домой ехала на такси сколько почему-то ее не встретил из квартиры дохнула перегаром колька валялся на диване и заправлялся маминой наливочкой на полу стояла батарея бутылок хотела зинка тогда вспылить да ничего не сказала только сама пригубила рюмашку и горько заплакала а теперь лежала зинка в постели ночами гладила бесплодный свой живот глотала слезы и мечтала какой-нибудь другой не похожий на эту жизни чтоб женька был жив пусть его с его программизмом вон нынче все на этих компьютерах повернуты у нее кассовый аппарат в магазине как компьютер недавно заменили зато он хоть не пил и любил ее и руку бы никогда не поднял и чтоб щенок сопел на коврике и чтоб в брюхе ворочалось свое родное живое но вместо всего этого узинки был колька которая глушительно храпел попердывал и приводил в движение всю постель когда вертался сбоку на бок в беспокойном хмельном сне и давеча полезла зинка в почтовый ящик а внутри вместе со счетами за коммуналку и газ оказалась местная газета ее каждую неделю почтальон клал хотела было зинка ее по обыкновению в картонную коробку под ящиками бросить да попалась ей на глаза объявления излечу от алкоголизма наркомании сниму порчу венец безбрачия родовое проклятие приворожу избавлю от соперников первичная консультация бесплатно потомственная ведьма матушка софийская и ниже номер телефона щелкнула что-то в голове зинке а вдруг чем черт не шутит принесла на газету домой и пока колька где-то шлялся со своими дружками алкашами давай звонить гудок другой третий зинка уж думала вешать как вдруг алё просипел кто-то в трубку не поймешь то ли мужик то ли баба вам кого да я по объявлению растерялась зинка вот оно что что же вы сразу не сказали возмутился голос после позвал куда-то в сторону матушка матушка тут вас послышалось суетливое шарканье тапочек потом кто-то подул в трубку раздалось строгое почти учительское слушаю я по поводу объявления в газете мне только спросить а нечего тут спрашивать дочка грубо перебили зинку там что написано первичная консультация бесплатно вот приезжай сама все и расскажешь у тебя ручка бумажка рядом записывай адрес поменялась зинка сменами на кассе и поехала по адресу чтобы так сказать в долгий ящик не откладывать тряслась на трех автобусах через весь город мимо кладбище вдоль шоссе через район новостроек вышла наконечная кругом пустырь мгла и шавки уличные мусорный пакет дербанят словом скучный пейзаж зинка даже еще раз адрес проверила не ошиблась ли нет вон и указатель торчит на частный сектор указывает ехидно так в полуприседе мол давай дуреха неси свои кровные старые шарлатанки первая консультация бесплатно пробормотала зина и зашагала через пустырь тут же шавки зинку окружили затявкали одна система двор-терьеры вовсе норовит ноги рвать и не пускает залезла зинка тогда в сумку достала бутерброд и швырнула шавкам те отстали дошла зинка до поселка дома кривенькие косенькие расстройство одно а не жилой фонд отыскала адрес вошла в калитку позвала хозяева есть кто дома я тут по объявлению тишина только кусты шумят малина крыжовник и другие разнообразные растения а участок ничего такой ухоженный тут курятник там тепличка и коттеджик такой стоит симпатичненький пряничный с резными наличниками только подошла зинка к порогу дверь отворилась а на пороге мужик в трусах высоченный башкой по косяку скребет да тощий такой кожа до кости лысый в наколках весь даже лицо лыбится а у самого передних зубов нет под кадыком шрамище жуткий сам сипит аж клокочет от старания милости прошу как говорится зинаида павловна а как вы хотела было зинка спросить откуда ее по имени батюшки знают а лысый перебил так матушка софийская уже все про вас знает вы проходить проходите за мной а сам нырнул в дом и бочком бочком так по коридорчику приглядела зинка к татуировкам вспомнила что и колька рассказывал такие на зоне против воли били тем значит кто мужеложством занимался зинка брезгливо подобралась стараясь не касаться всяческих предметов торчащих по углам мало ли тут не то спит не то сифилис подхватишь а вот сюда пожалуйте указал тощий на дверной проем ширмочкой из винных пробок из проема тяжело шибала благовониями и вареной капустой зинка переступила порог ба как в церкву попала кругом иконки лампадки свечки а у окошка сидит такая благообразная старушечка ручки спрятала в облезлую муфточку платочек у ней на плечах тапочки с помпончиками а глаза хитрые хитрые поблескивают говорит старушечка проходи дочка ты присаживайся а вот хотя бы сюда на тохту в ногах то правды нет зинка послушалась присела на самый краешек дюже клопами от такты воняла а лысый напротив уселся прямо на пол ноги руки скрестил одну на другую да на третью и лыбиться десны свои изъязвленные показывает ну зинаида давай знакомиться проскрепила старушка я матушка софийская буду а это помощник мой петя звать я его из местов ой отдаленных вызволила теперь вот мне прислушивает петя поклонился одной головой по центру лысого черепа шел вытатураеванный гребень под глазами какие-то сердечки слезки а над губой крупная такая черная мушка сам весь в лишаях язвах да и вообще глядеть на петю интереса было мало зинка открыла рот чтобы вякнуть свое я по объявлению как старушка ее перебила да все я знаю милая мужик твой за галстук заливает сверх меры так откуда вы это все ваши штучки мои штучки доча ты еще не видала тут и без всяких штучек все ясно у бабы всегда две беды либо мужика нет либо мужик есть а у тебя то вон колечко имеется значит второй вариант и зинка запнулась от волнения и вы можете его как-то вылечить ауру прочистить или еще чего ауру говоришь прочистить нехорошо усмехнулась старушка показав зубы у нее то как раз все зубы были на месте белые крупные как в рекламе жевательной резинки много ли ты милый об ауре знаешь хош расскажу за что меня софийской зовут хош а хош и с каждым хош будто бы тени сгущались в комнатушке за окошком стемнело завыли шавки на пустыре петя весь подобрался съежился задрожали огоньки в лампадках и по стенам заплясали продолговатые жуткие тени похожие на африканские деревянные фигурки такие же щедушные неестественно вытянутые зинки резко стало жутко неуютно ей стало прямо скажем а старуха цыкнула зубом и весь морок растворился продолжила беззлобно ты милая коли за колдовство до ворожбу не ведаешь так и не мели языком попусту лучше скажи давно миллионок то твой к бутылке пристрастился зинка только плечами пожалом да сначала как все тут стакан там бутылка а потом два пузыря за вечер говорит только так и засыпает а то все блокпосты до аулы сожженные снятся матушка ничего не ответила только крякнула а потом обратилась к пете ну-ка неси куриная твоя голова землицу из погреба да мерзавчик захвати то щекивнул и растворился за ширмочка из пробок а старуха говорит а ты слушай меня внимательно сейчас дам тебе бутыль ты ее припрячь хорошенько а как у миллионка твоего в глотке пересохнет ты ему стакан с этим сна добьем то и подсунь да проследи чтоб все выпил до капли запиши чего ушами хлопаешь тут явился и петя с пятилитровой банкой заполненной до середины чем-то темным в другой руке чекушка пшеничный тут подсветилась и матушка взяла с полки залапанный граненый стакан сверху подложила марлечку взяла банку на боку зинка успела разглядеть надпись казаков степан валерьевич 1962 1978 и рядом отдельно буква а чё это за а полюбопытствовала зинка от вида банки с чьими-то годами жизни у зинки подкатило горло неужели кости а это а любопытные варваре на базаре нос оторвали и сварили с луком отрезала старуха и открыла банку тут же запах благовоний перебил тяжелый дух сырой земли матушка высыпала немного на марлечку свернула крышку на бутылке и полила водку прямо через землю пущай раб божий казаков степан валерьевич муженька твоего уму-разуму-то научит здесь страх смертный в землицу могильную запечатанный глотнет твой охламон этой водочки и вмиг ему охоту-то отобьет старуха ловко как заправский бармен перелила помутневшую пропитанную смертным страхом водку обратно в шкалик закрутила крышку и протянула зинаиде вот держи через неделю придешь за новый так и будем твоего миллионка смертью шугать покудова его от одного запаха вратить не начнет ну и пять тысячей потрудись в кассу уплатить юрки петь уже стоял на готове стреснутый по краю тарелочкой зинка аж обомлела первая консультация ж бесплатная вон в объявлении так то консультация хош проконсультирую по утрам зарядку делай руки мой перед едой ужин отдай врагу все зинка почувствовала себя обманутой обмешурили ведь на пустом месте чуть не плача швырнулась зинка на тарелочку навехонькую хрустящую только из банкомата пятерку и вышла вон не прощаясь бабка не обернулась только петя просипел вслед до встречи через неделю мадмуазель вообще-то мадам огрызнула зинка процедила чтобы вам провалиться мошенникам всю дорогу до дома зинка злилась то на себя то на бабку то на кольку до того злая была что дворняги на пустыре тявкнули да отбежали от греха подальше а зинка все песочила себя на все лады это ж надо было так повестись ведь поехала дура такая купилась а там походу внучок уголовник бабку в оборот взял и простачков разводит имя они по определителю номера узнали как пить дать а там уж и про кольку не мудрено выспросить ой дура ты дура зина клела на себя пересаживаясь с автобуса на автобус и вновь новостройки шоссе кладбище зашла домой злая усталая а колька уже разговевшись на диване развалился пузыри пускает как есть младенец хотела было зинка водку почерненую вылите а потом передумала поставила на стол на видное место и ты подавись пошла на кухню ужин стряпать да и вообще свои дамские вечерние дела делать тут колька приперся глаза свины помаргивают ярко ему лапище заплетаются пузень с под майки висит попалась ему на глаза чекушка и поплыл колька как теплоход по фарватеру крутанул крышку понюхал не веря своему счастью зинка от плиты отвлеклась следит она как сработает запах водки кольку устроил он изготовился на вкус пробовать уселся на табурет взвесил бутылку в руке а глядел так обстоятельно пробормотал счет мутная и одним махом всю ее родимую выкушал сидит отдыхает ощущение смакует значит зинка тем временем капусту нарубила мясо загрузила в кастрюлю включила газ собиралась лук жарить слышит свистит что-то будто кто надувной круг продырявил и он через стол дырочку воздух выпускает испугалась неужели утечка завернула газ на трубе все равно свистит позвала кольку коль а коль кажи свистит чего слышишь нет колька не отвечает зинка обернулась ба да это ж ее муженек сидит губы вареником выпитил воздух значится выпускает тьфу напугал черт этакий ты почем свистишь денег и так нет хоть шаром покати а колька не отвечает застыл зенки выпучил в одну точку смотрит и рукой печень нащупывает чего-то мне хотел колька наверное что-то сказать да не смог губы дрожат слезы катятся и сам весь как-то поскучнел посерел даже бутылку выронил то в дребезги а колька сопит кряхтит и все то за печень то за сердце хватается зинка испугалась думала уж уморила мужика паленкой напоила она ему коля коля а коля рот раскрыл и не отзывается а потом как вскочит и давай их теандра звать а после конечно полегчало когда все что внутри было снаружи оказалось и даже на кафеле немножко я говорит такого еще никогда не испытывал представляешь зин пью и прям чувствую помруя через это самое скоро то ли печень встанет то ли селезенка словом страшно мне стало прямо понял я что через это запросто смерть со мной может приключиться и отныне зинаида вот те крест токма по праздникам и на именины может быть стопочку обрадовалась зинка действует все же бабки на зелье радовалась зинка конечно преждевременно первые дни она может колька и не пил бывало зайдет магазин мазнет и так жалобно взглядом по полкам наш трясется и пойдет обратно фуру разгружать а зинка сидит на кассе сканером пиликает и лыбится во все двадцать четыре зуба и настроение хорошее у дней и всем покупателям здрасть да спасибо да пардон на три дня кольку хватило а на третий сорвался прям с погрузки бледные руки дрожат глаза бегают понесся к ларьку и сразу не отходя от кассы залил в себя цельный шкалик о как пронило оно конечно сперва не в то горло а потом как по маслу и мир сразу посветлел и краски даже ярче стали теплы весна и природные красоты тут ворона положим куркой хлеба кормится там дворняга пузо себе лижет бомж опять же в мусорке ковыряется словом жить хорошо и жизнь хороша когда зинка пришла со смены колька уже дососал три пол-литрушки и залакировал это все очаковский а того лежал и голосил в ванне не мог вылезти кое-как вытащила зинка эту тушу через бортик а сама значит в такой манере думает недолго действовала бабкина лекарством и так если с каждой бутылки по пять тысячи в неделю это же за месяц цельная зарплата набегает ведь не откажешься иначе зазря все в какое предприятие втравила шельма старая всю ночь зинка ворочалась додумала выгадывала как бы ей на бабкиных зельях сэкономить уж и графики мысленно составляла когда давать кольки шкалик чтоб тот на работу трезвый приходил думала по чуть-чуть совсем давать по крышечке гомеопатически чтоб кольку всегда немного потряхивала но где его крышечкой ограничишь когда он с одного глотка остограммица норовит вертела крутила зинка в голове да надумала свой выходной оставила кольку дома сиськой пиво тот и рад радешенек по телевизору ювентус в холодильнике колбаска на закусь а зинка села на автобус и поехала на кладбище приехала никого кругом только ветер свищет и могилы могилы насколько глаз хватает подошла зинка крайний чтоб далеко не идти поглядела на фото на надгробии мужик как мужик не старый совсем только глаза как у бассет хаунда и подпись дроздянка егор ефимович 1947 1989 герою ликвидатору чернобыльской катастрофы от жены детей товарищей вечная память засомневалась сначала зинка а ну как земля радиоактивная траванет кольку радиации положит тут рядом потом конечно посмеялась над собой за столько-то лет все поди уж выветрилась да и столик тут удобный со скамейкой будет где водку перелить а то колька привить бутылки покоя не даст достала зинка совочек из детского отдела стащила копнула поглубже чтоб значит побольше этого страху смертного захватить насыпала в марлечку как бабка делала положила на стакан и давай лить переливать водки взяла много с запасом чтоб потом попусту не кататься и ловко у так выходит тут крышку свернула тут опрокинула тут обратно перелила закрутила и ни капли мимо а ты такой своей смекалки сама на себя не могла нарадоваться хотелось с кем-то поделиться вот мол экономию какую изобрела но поблизости никого не было одно лишь надгробие в азарте зинка залихватски подмигнула черно-белые фотографии знай наших егор ефимович но егор ефимович почему-то не подмигивал в ответ а наоборот смотрел на зинку грустно грустно как на собачку одноногую взирал черными точками поверх набрякших под глазами мешков точно знал что такое что зинке еще было неведомо а она тем временем закончила процедуры сравнила бутылки на глазок как в аптеке и поехала домой в приподнятом настроении колька к ее приезду уже порядком разговелся и проветривал яйца лежа на тахте в костюме простите адама горланил про какую-то расплескавшуюся синеву зинка только порадовалась не станет глядеть куда она бутылки попрятала две в туалетный бачок еще две на балкон за маминой закрутки одну в бельишко свое засунула так она сохраняя будет чтобы не все яйца в одну корзину последнюю зинка поставила на столу колька завтра проснется трубы горят глаза не разлипаются а на столе вот извольте лекарства и не такое мутное как у бабки так то матушка софийская и нас не пальцем делали водка безмолвствовала на следующий день с самого утра зинка ушла на работу и откровенно говоря думать забыла об оставленном кольке лекарстве сначала приехал товара грузчиков не хватало пришлось впрягаться самой потом какая-то расфуфыренная манда позвонила на горячую линию пожаловалась что у зинки в очереди больше пяти человек последовал втык от начальства а под конец смены и вовсе обнаружилось в кассе недостача 101 рубль 42 копейки то зинка манде сдачу мелочи выдала в отместку и увлеклась словом а водки со смертным страхом зинка вспомнил уже на пороге квартиры смертным страхом тянула аж из общего тамбура зайдя в квартиру зинка сразу почувствовала неладное и точно из-за открытой двери в санузел на нее с укором взирал унитаз увенчаны варварски свернутой крышкой по дому гулял сквозняк дверь на балкон тоже была распахнута дура я дура надо было с собой брать или соседям на хранение оставить корила себя зинка и аккуратно шаг за шагом продвигалась по квартире под ногами хрустели бутылочные осколки хоть сапоги не сымай колька обнаружился там же где и всегда на диване но творилось с ним неладное сколько был разут раздет и растерян сидит глаза стеклянные рот открыт в телевизор пялиться а по телевизору теле помехи одни и смотреет на него в общем то мало интереса то ли дело колька все тело покрывают надрезы в самых неожиданных местах под мышками на горле на лице и хоть колька и смотрел в телевизор руками он сосредоточенно шерудил у себя в паху коленька ты чего а осторожно позвала зинка ты что же за раз все выпил коленька может тебе скорую коленька издал странный звук не то вздохнул не то хрюкнул и наконец отнял руки от паха в пальцах оказался плотно зажат острый бутылочный осколок через секунду с чавканьем освобожденной от мошонки повисло у коли между ног одинокое яичко тут бы зинке конечно как приличной даме в обморок грохнуться но она с этим обождала взяла себя в руки и отобрала у осколок тот вновь как-то безразлично хрюкнул собрала зинка поскорее осколки в совочек от греха подальше да в скорую позвонила приехали фельдшер с санитаром давай кольку ощупывать и в глаза ему фонариком светить а колька не сопротивляется только хрюкает что твой боров да в сумку к фельдшерам залезть норовит наконец фельдшер молвил вы гражданочка почем зря беспокоитесь органы у вашего супруга в довольно аккуратном виде и пузырь вполне порядочный не протекает а что он себе мошонку открыл так может ему она так свободнее извините на стационар нынче поклась никак не можем нет местов мы его вам пока пластырем заклеим езжать ка в трамп пункт там ваше сокровище зашьют накинула зинка на кольку простынку и вызвала такси таксист падла такая содрал по двойному тариф мол сиденье крови пачкать не хочет плюнула ему зинка напоследок в опущенное окошко да пошла к хирургу в очереди сидели долго то в жбан кто-то схлопотал то кого-то дворняги подрали то дедушка сердешный на стремянку встал полезно антресоли может быть за огурчиками или другим каким напитком упал и поломал свою хрупкую старческую ручку в общем приняли кольку едва ли не к четырем утра зинка его все шевелила в ухо дула за волосенки дергала тому хоть бы хны зенками только луп луп и хрюкает не в попад разговаривать не могет или не желает подошла их очередь зашили кольку пошутили мол теперь уж не выпадет и перекидали выдали сказали обрабатывать дважды в день вернулись домой под утро хотела зинка дома остаться за колькой приглядеть до начальство вызвелилась мол у тебя и так отгул на отгуле либо выходи в смену либо пиши заявление по собственному делать нечего надо на работу зинка дверь снаружи на замок закрыла чтоб колька не сбег и оставила ему на столе гречи с сосисками целый день просидела как на иголках пришла домой сосиски гречи не тронуты и темно в квартире она выключателем щелк щелк а он холера в бок не включается посветила зинка свои ноги и как завяжет сидит в темноте колька голый бледный страшный морда вся в крови жует хрустит чем-то приглядела зинка цоколь изо рта торчит визжить зинка остановиться не может а хрипло вся колька знай себе хрюкает стала его зинка кровать привязывать чтобы еще каких глупостей не натворил с лампочек кольки кстати ничего не сделалось ушли как в сухую землю хоть какая-то польза с этой ложеной глотки спать зинка укладывалась на уголке в кухне оно конечно неудобно изогнешься и так в три погибели башкой об стол ударишься и попробую сни а тут еще холодильник дребезжит и из раковины тряпкой воняет но все одно лучше чем сколько и спать потому что сам колька не спал его уложишь он и лежит так с открытыми глазами и смотрит и смотрит при этом вроде как не на тебя она на что-то не то за спиной не то над головой и до того зинке делалось жутко от этого взгляда будто у нее за спиной не стенка с обоими дранами а какой-нибудь гнилой мертвец или чего похуже лучше уж так на уголке подгул бытовой техники водили потом кольку к терапевту так тот только плечами пожал и злорадно так сказал а я говорил культура ему нужна театр доигрались обратите внимание коллеги говорит хотя в кабинете окроме него только зинка сколько да обогреватель типичный случай делириум тременс белая горячка то бишь довели вы дамочка мужичка это вам не ко мне это вам в психиатрию надо повела зинка мужа к психиатру тот в глаза ему так внимательно поглядел осмотрел всего за стетоскопом в соседнее отделение сбегал и грудь послушал после побледнел поскучнел даже достал какие-то таблетки из стола но кольки их не предложил сам три штуки разом заглотил и рассуждает так грустно вы гражданочка передать там остальным в очереди что я сегодня больше не принимаю и вообще не принимаю потому что тут форменное безобразие я ж кто психиатр психо это у нас что по-гречески дух душа а у вашего муженька душа давно тю тю он даже не дышит и тут либо вы не по адресу вам в морг надо либо какой я к черту психиатр если в трезвом виде ходячих мертвецов наблюдаю идите-ка вы от греха подальше и не вносите смуту в мое бытие так уж ли трифоновы из районной поликлиники несолоно хлебавши но колька не выглядел расстроенным в общем-то колька вообще никак не выглядел вроде ходит шевелится приглядела зинка ведь и правда не живой он на глазные яблоки налипло чего-то движение дерганы как у болванчика да и духан от него хоть святых выноси тут-то до зинке конечно дошло что натворила она что-то страшное и неправильное а хуже того похоже непоправимое привела на кольку домой привязала кровати чтобы лампочек больше не ел и достала ту бумажку с адресом деваться некуда придется снова ехать к бабке кое-как одела кольку шутка ли это кого борова в штаны втиснуть да он еще и не слушается куда-то надо ему что-то хочет хрюкает а ну лежи смирно собачье жало ругалась зинка снова три автобуса новостройки шоссе кладбище будь оно не ладно в транспорте коля вел себя смирно зинка догадалась ему на всякий случай глаза завязать чтобы не он значит не отвлекался на разные всяческие факторы не пассажиры увидев мертвые его буркала не принялись протестовать и требовать садить их сколько и на остановке зинке и самой было мало интереса в глаза его глядеть пустые они будто наблюдают не окружающую действительность а что-то за пределами он и высадились наконец на пустыре ко встрече с шавками зинка была готова достала из сумки палку просроченной колбасы позвала ну-ка эти как вас там к из к из к из но собаки почему-то бросились в рассыпную с жалобным подвизгиванием как кутята зинка так удивилась что совсем забыла про кольку а тот все еще с завязанными глазами упал на четвереньки и неловко выпячивая зад погнался за дворняжками одна отстала то ли лапка у нее была хроменькая то ли она от природы своей собачьей слабенькая колька нагнал ее в два прыжка как огромная жаба дворняжка только пискнула стой куда куриная голова ну вернись падла такая ворчала зинка на бегу за широкой колькиной спиной ей было никак не видать что муженек вытворяет с несчастной собачонкой одно было верно судя по капустному хрусу и вялым подергиванием лапок шавки перешел безоговорочный несомненный каюк колька обернулся на голос на окровавленный подбородок налипла шерсть челюсти что-то сосредоточенно измельчали фу брось зинка звонко хлестнула кольку по губам на землю шлепнулась полупережеванное собачье ухо ну ты совсем что ли ты хоть знаешь чем они питаются а если заразу какую в дом принесешь их вставай горе ты луковые так с грехом пополам добрались до уже знакомого зинки пряничного домика гостеприимным он уже не выглядел наличники ощерились острыми щепками в оконцах метались багровые огни а стоящий у калитки пяти опять без футболки угрожающий чистил финкой свои длинные ногти это откуда это к нам такую красивую тетеньку замело забыл чего жиману перев руки в боки спросил тощий да я зинке стало неловко видать бабка прознала все ее затеи ушельма старая мужу не здоровится хотела к матушке вот долго ж ты собиралась вон уж петя кивнул на кольку муженек то твой богу душу отдать успел или еще кому там разберутся так как же со слезой отвечала зинка решила покаяться я все по инструкции один в один как она она вон не реви для меня бабьи слезы тьфу вода не слезы иди в ноги кинься матушки глядишь и выручит и петь отступил в сторону давая проход в матушкиной коморке тоже было вроде все то же самое но по-другому недобро смотрели закопченные иконы чудили лампадки к запаху капусты и ладана примешался еще какой-то едва заметный смрад стылый тяжелый как в погребе или в могиле матушка софийская сидела сгорбившись в кресле вся напряженная наэлектризованная как из трансформаторной глазища желтые насквозь сверлят костлявые пальцы скребут ногтями по подлокотникам матушка больше не выглядела милой старушечкой скорее походила на облысевшую от старости сову зинка почему-то очень четко ощутила себя дрожащей мышью едва она раскрыла рот как матушка ехидно спросила так что хочешь знать за что меня софийской прозвали хош нет и зинка поняла что меньше всего хочет знать о происхождении этой не то клички не то фамилии сжалась я стараюсь казаться меньше одному кольки все было нипочем он вертелся на месте и тыкался башкой в угол так присядь и послушай в тот же миг зинки на плечи будто мешок пыльный с картошкой взвалили да не один а это к трояк колени подогнулись она плюхнулась на провонявшую клопами тахту хотела что-то сказать но во рту пересохло язык прилип к небу не перебивай старших наставительно сказала матушка так вот софийская не фамилия мое а прозвище село было такое софийская вот я сама оттуда угрожающий тон сменился старушечей ностальгирующей напевностью казалось сейчас прозвучит вот я в молодые годы знакомое название поди кладбище с которого ты землю своровала тоже софийская не прочла на входе а знаешь как она образовалась я тогда еще молодая видная баба была всю округу врачевала кому что кому роды принять кому хворь отшептать никому не отказывала потом гражданская война началась неподалеку белый отряд разбили так я раненых у себя в подполе сховала и выхаживала компрессы шины травки всякие они меня матушкой называли даже влюбился в меня белый офицер ванюша его звали души во мне не чаял только скоро пришли краснопузые и давай местных спрашивать где мол контра недобитая прячется а эти сукины дети на мою хату указали повытягивали тех кто на ногах держался с ванюшей вместе и к стенке а хату спалили с ранеными меня стрелять не стали но тоже знатно покуражились и хоть бы одна падла слова сказала нет молчали смотрели радовались что им на орехи не досталось с тех пор вот как и ты бездетная при этих словах узинки почему-то болезненно свела судорогой внизу живота подумала просрочку больше не в жизнь а бабка продолжила никто с того села в живых не остался всех за неделю покосила кому ногу в мялке смолотила кто с пьяных глаз об угол убился кто отравился кого в лихорадке скрутила никого не пожалела ни деток не старичёв всех сгноила все софийское на корню легче было не на кладбище вести а новые учредить так и сделали и погост этот мой а ты глупая баба пришла не напросившись за моей спиной черные дела творить казалось матушка раздувается от ярости при каждом слове потянулась сквозняком задрожала пламя в лампадках вновь заплясали тени зинка какой-то внутренней чуйкой поняла что источники этих теней не в комнате а там под землей на софийском кладбище взмолилась она погодите изуверствовать матушка я ж не со зла я ж мужа спасти у меня на карточке еще тысяч двадцать осталось я коли на реабилитацию откладывала все принесу отдам только не губите старушка вздувшись застыла точно камень на склоне решая остаться на месте ли обрушится гибельной лавиной наконец опустилась растеклась в кресле выдохнула устала вздувая жуткие тени а и дура ты зинаида знала б ты в какой калашный ряд свое свиное рыло сунуло ничего не свиное обиженно возразила зинка цыц слушай внимательно я тебе только потому помогаю что вижу любишь ты своего мужика костьми за него ляжешь я б звонюшу тоже легла до толку коли тела нет так и возвращать некуда не спасла так хоть ты своего спасешь матушка поскребла подбородок оглядела как следует кольку и вынесла вердикт мертв он у тебя убила ты муженька зинаида да как же мертв вон у него и руки ноги шевелятся то невелика радость без души тело то быстро в негодность придет а душу ты это как раз и изгнала зинаида я тебя зачем сказала раз в неделю по мерзавчику давать а чтоб смертным страхом потихонечку от зеленого змея отучать и землицу брала не абы какую от опойцы чтоб значит муженек твой все тридцать три удовольствия цирроза прочувствовал а ты ему с чьей могилы землю дала здрозденко егора ефимовича героя ликвидатора смущенно ответила зинка тот тоже и не чекушечку а сразу литр с четвертью да я ж прятала не спорь вылокал то он все разом а теперь представь егор ефимович перед смертью с полгода рака мучился все тело в опухолях и метастазах сам врачей просил чтобы ему помереть дали а ты все эти полгода в водку и мужу на стол его душенька такого страху смертного натерпелось что и выпорхнула вон а тело-то вот оно здоровое да живое но без души пустышка и что ж теперь делать что делать тело есть надобно отопереча душу вернуть чтоб привесть так сказать организм в равновесие вернете спросила зинка я да ни за что я если туда сунусь уж не вернусь много кто меня там ждет да поди не с хлебом и солью нет милочка сама на беда курила сама разбирайся а я подсоблю чем смогу а что делать мне езжай домой и за благоверным следи покуда не поранился только в этот момент как раз локал масло из лампадки совершенно не обращая внимание на опаляющий щетину огонек зинка за шкирку его оттянула я к утру с петей подъеду и подумай заодно готова ли ты за таким мужиком в ад спуститься почему обязательно от обиженно поинтересовалась зинка потому что рай попы выдумали чтоб десятину собирать петя возник будто из ниоткуда и обдавая табачным духом проводил трифоновых калитки звонок в дверь раздался в пять утра зинка открыла на пороге были матушка софийская петя опять без рубашки неужто так и через город ехал в руках у него был большой железный кофр с красным крестом на боку виделись коротко кивнула ведьма повернулась к помощнику раскладывайся петя тот раскрыл чемодан и выпростал из него клюветы с шприцами упаковку ампул достал какой-то громоздкий аппарат просипел где тут у вас розетка а зачем она для колдовства то удивилась зинка не для колдовства а для дефибриллятора или ты думала я тебя чаем отпаивать буду раздраженно ответила матушка а дефибриллятор то зачем петя и матушка остановились посмотрели на зинку с укором ты что думаешь милая я руками помашу слова волшебные скажу и все нет уж чтоб попасть на тот свет надобно помереть да вы не ссыте зинаида павловна вмешался петя я вам укольчик сделаю вызову фибрилляцию желудочка в сердечко и встанет а вы прямо там в миг окажетесь через пять минут я вам раз адреналинчику и дефибриллятором добью и вы сразу на свободу откинетесь зинка сглотнула умирать почему-то ужасно не хотелось хитро причудилась бабка как милая не передумала зинка обернулась на диван где обретался колька через повязку было не видать его страшных мертвых глаз и весь он был такой знакомый домашний родной дырка на носке вытянутые коленки у треников расплывшаяся татуировка выдавая 1994 самолетиком но с картошкой а хоть бы и пил подумала зинка лишь бы вернулся вспомнила как познакомились как он ее в кино водил на последний ряд и уворачивался от пощечин пока лес под блузку вспомнила как смотрели на них гуляющих вместе местные бабоньки с изнывающей завистью вспомнила как колька кроет жарко и истово покачала головой не передумала давайте матушка мужа моего выручать а то мне к восьми на смену тогда кофтенку сыма и на пол ложись скинула зинка кофту осталось в одном лифчике как назло самый замызганный на дело аж самой совестно и бронежилет свой снимай тут мужчина смущенно пробормотала зинка я больше не мужчина просипел в ответ петя меня можете не смущаться зинка легла на холодный линолеум заерзала видать не все осколки убрала сверху нависла бабкино лицо широкие ноздри казались выскобленными глазницами слушай и запоминай по ту сторону я тебе ничем не помогу вместо ты идешь опасные темные будут пытаться тебя там оставить и те кто любит и те кто ненавидит есть и коренные обитатели с ними лучше вообще не встречаться но ты главная цель свою помни и к ней иди как кольку найдешь чем хочешь завлекай всеми правдами и неправдами уговори его пойти с тобой своей волей пусть идет иначе не сработает а чего б ему не пойти удивилась зинка старуха мотнула головой точно вспомнила что-то ужасно неприятное всяко бывает у тебя там пять минут не больше души из преисподней возвращаются с рассветом а он уж скоренько слушай песню петуха он как звонки в театре его и поэту и по ту сторону занавеса слышно раз пропоет время еще есть два надо спешить а на третий тебя уж и возвращать пора все поняла ну зинка не успела договорить что-то тонкое острое ужалило ее в шею как комарик укусил утешил петя тут же грудак стиснула будто обручем в сердце словно вогнали острый кол стало нечем дышать глаза провалились куда-то в череп и падали падали точно в темный тоннель а следом упала и сама зинка шлепнулась всем телом озим да так что дух вышибла изо рта вырвалось облачко пылинок недавно шубиралась расстроилась зинка а гляделась темно кругом хоть глаз кали покопалась в карманах на силу нашла телефон потыкала кнопки дисплей светился ровным белым светом никакой реакции разбила еще пуще расстроилась зинка спасибо хоть светится посветила вокруг себя вроде бы и знакомо все вроде и чужое телевизор допустим у нее новее и к стене прикручена этот старый пузатый и на этажерке стоит телевизорскому не ездили дьяволы с досадой сплюнула зинка обкололи и умыкнули сволочи хотя спрашивается если умыкнули зачем за место предыдущего притащили эту рухлить колыхнулась что-то в памяти увидела зинка перед этим телевизором себя на полу мелкую костлявую сидит мультики смотрит да это ж рубин ейны колька сам его на помойку сволок когда новый купили стала зинка дальше осматриваться и все больше узнавать вот стенка югославская топором рубили чтоб выкинуть вот занавески тюлевые а за окном вообще ничего не видать точно кто снаружи досками заколотил и не щелочки посвятила зинка на себя и ахнула где ноги застолбованы и где складки где целлюлит куда что делась талия осиная тонкая грудь торчком задница орех на ощупь тут-то зинкой смекнула что все эти приготовления со шприцами до дефибрилляторами не бред горячечный а самое что ни на есть объективная действительность громыхнула в голове эхо бабкиных наставлений цель свою помни к ней иди точно кольку ж выручать надо и времени у нее всего ничего какие-то пять минут только где же его искать кольку то обычно на диване всегда находила а тут и диван никакого нет швейная машинка зингеровская стоит и медленно так лениво строчит посвятила туда зинка и отшатнулась сидит за ней во тьме еле видный кто-то черный тощий словно тень без плоти и костей и светского с него проходит сидит значит и кожу человечу себе на руку нашивает будто и ни при чем а вместо пальцев ножницы ржавые и сам приговаривают хорошая кожа попалась толстая добротная вот костюмчик себе сошью и пойду прошвырнусь бабу найду утробу ей семенем набью к батарее прикую будет мне чертенят рожать тварь застыла подняла уродливую голову не лицо месиво как в мясорубке втянула воздух какими-то отверстиями живьем пахнет и соками женскими кажись бобед сам ко мне пришел а ну иди сюда милая цып 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 хотела было зинка сбежать поскорее от жуткого швеца да глядит на кожи той наколка синеет vdv 1994 тут ее ты перемкнула кожа-то колькина как же он тогда будет без кожи а тварь уже поднялась стала посреди комнаты нюхай ножницами щелкает чую-чую не спрячешься а зинке и правда негде спрятаться все мебели что стенка до телевизор и кожи то кожа на руке у этого болтается отшатнулась зинка тень к земле припала выгнулась вся ее следы нюхает аж свистит ноздрями или чем там и кожа сзади волочится под ногами путается зинка в сторону шаг и тень за ней прямо по следам идет наугад схватит пальцами ножницами щелкнет и дальше нюхать хорошее нутро теплое просторное а залезу-ка я в него целиком как есть тут под кромсать там подрезать и готов костюмчик озвучив такую мысль тень отбросила кожу в сторону как шмотку ненужную теперь когда кожа не мешалась движения стали резче злея зинка знай себе только и скачет по комнате от вездесущих ножниц а сама кожи колькиной подбирается заманил ее тварь в угол шипит куражится не уйдешь как на духу говорю не уйдешь медленно буду внутрю твою забираться чтоб все прочувствовала до последнего живая будешь люблю когда бобец визжит и хлестнет своими ножницами благо зинка в последнюю секунду до тонкого запрыгнула на швейную машинку то закачалась не устояла и рухнула прямо на голову любителю чужих утроб тяжелый зингер пригвоздил тень к полу столешница уперлась посереть шеи озинка рухнула на пол тварь завыла защелкала наугад пальцами ножницами у сука я тебе матку вырежу и сожрать заставлю только подойди сучка иди сюда озинка встала отряхнулась и ухватилась за край югославской стенки раскачала ее как следует и так гремя сервизами похоронила под собой затихшего мгновенно швейца спасибо уже вырезали сплюнула зинка на расползающиеся из-под стенки влажное пятно а после подобрала колькину кожу и пошла прочь из комнаты за дверью обнаружился больничный коридор кафель лампы люминесцентные опять же светить не светит так мерцают словом расстройство одно что-то в этом коридоре показалось зинке знакомым будто видела она его во сне или в кине каком показывали она машинально сделала шаг вперед и услышала за спиной гадкий шлепок обернулась двери не было один лишь сплошной коридор кругом пустые каталки до капельницы а в глубине коридора за спиной что-то неловко ворочалась и бурлила вновь раздался шлепок потом еще один бесформенное пятно стало ближе больше поняла зинка что пора бы и лыжи навострить ничего хорошего от этой дряни она не ждала молодому сочному телу бежалось куда как легче не терлись друг от друга бедра не шлепали складки на животе казалось бы беги беги и праздника не бег однако сколько зинка копытами не перебирала коридор все не кончался то что шлепала сзади похоже нагоняла оглянулась она посмотреть что за чудище такое за ней увязалась влетела на полном ходу в каталку и повалилась кубарем на пол а тут и преследователь во всей красе огромный головастый на опухоль похож и хвост за ним волочится след кровавый оставляет заблажила зинка завизжала давай отползать а тварь за ней весь лиловый пухлый слизью покрытый крихтит сопит подбирается совсем уж близко подполз зинка глаза закрыла к смерти приготовилась задумалась на секунду даже а как оно если в загробном мире умереть куда дальше то по инстанции думала думала вспомнила какие-то передачи про культуру о легьере и иже с ними решила что есть наверное какие иные более глубокие уровни ада где допустим черти не на сковородках жарит а как-то посовременнее в микроволновках или и вовсе у них там молекулярная кухня представила зинка спагетизированная под муссом из собственных кишок успела даже пожалеть что сама похоже молекулярной кухни так и не отведает а смерть так и не шла передумала она штоль осторожно открыла зинка глаз второй мелькнуло узнавание сразу стал очень больно и горько в животе угнездилась неутолимая пустотелая резь машка машка стояла покачиваясь на четвереньках и смотрела на несостоявшуюся свою мать потом боднула головой в колено оставив на джинсах влажный след машинка зинка всхлипнула отложила в сторону колькину кожу и не ловко обняла раздувшиеся свое мертворожденное чадо она трубно замычала подалось вперед прижимаясь к матери по кафелю собирая пыль волочилась изжеванная пуповина прости меня дочка прости по щекам зинке текли слезы видишь как она вышла мамка не пила не курила а все одно руки липли гладкой безволосой голове но зинка продолжала гладить хоть здесь хоть так младенец подвывал в тон оплакивая свою непрожитую жизнь вдруг главенствуя над всеми иными звуками по коридору раскатился сиплый мужской вокал исполняли какой-то блатняк в день когда исполнилось мне шестнадцать лет подарила мама мне вязанный жакет и куда-то в сторону отвела глаза зинка конечно опешила поначалу а потом дошло это ж песня петушиная да только петух не птица опять помощник бабкин и первая петушиная песня отмеряла первую же треть отпущенного зинке времени надо шевелиться подумала она кое-как зинка заставила себя отстраниться шмыгнула носом ладно машка пора мне нужно батьку твоего спасать пустишь к папке пустишь гигантский мертвый младенец неохотно разомкнул объятия иди мол раз тебе надо и зинка пошла не раз еще оглядывалась на погибшее свое чадо а то утробно выла вслед матери за очередной дверью оказалась ее кухня только гарнитур еще не нес на себе следы зинкиных кулинарных экзерсисов гудел чудовищный холодильник зил а за столом сидел папка радостно воскликнула зинка бросилась отцу навстречу зинка огромный усатый отец военный обхватил ее руками приподнял воздух ты погляди какая вымахлота а какую мы с мамкой девку воспитали папка зинка зарывалась носом в прокуренный свитер умер папка когда ей было 12 еще не старый был совсем инфаркт чтоб его выглядел он совсем как живой будто буквально вчера за хлебом вышел или за сигаретами а может даже за пивком имеет право после тяжелого рабочего дня не на йоту не изменился все такой же громогласный улыбчивый усатый разве что побледнел и запылился без движения сидячи дочурка моя теперь никогда не расстанемся все баста вместе теперь будем а там и мамку дождемся будем одна семья пап полегче мне дышать нечем да тебе незачем ты ж здесь да я тебя покрепче прижму пап пусти зинка было вырываться на убать и хватка железная даром что ли пятнадцать лет на трубопрокат нам отрубил пап мне идти надо пусти да куда тебе здесь идти здесь куда не пойдешь все одно и то ж мне кольку вытаскивать а что этот охламон еще на малолетку не загремел по нему детская комната милиции плачет нечего к нему ходить пусти зинка брыгалась колотила отца по спине кулаками вышибая целые клубы пыли но ему все было нипочем будто руки его на зинкиной спине срослись и никогда больше не разойдутся гремящим набатом по загробному миру разнеслись петькины куплеты ты о нем не подумай плохого подрастешь сам поймешь все с годами твой отец тебя любит и помнит хоть давно не живет вместе с нами времени оставалось всего ничего пап пусти ах ты сучий потрох выругался вдруг отец и разжал руки зинка плюхнулась на задницу чтобы увидеть как папка силится стряхнуть с ноги что-то мелкое шерстяное и как будто сломанное посередине с волочащимися безвольно лапами и белым пятнышком на лбу похоже на перебитого пополам щенка тонкие зубки усердно мусолили щиколотку подхватила зинка колькину кожу да побежала прочь из кухни все же есть от женькиного подарка польза да еще какая стала зинке совестно песик считай хозяйки жизнь спас она ему даже имени не дала крикнула за спину его спартак зовут все вдвоем веселее а вслед ей неслось щенячье рычание и душераздирающие дочка вернись куда же ты вернись но зинка бежала не оглядываясь толкнула одну дверь вторую третью четвертую и за каждой видела сень смертную черви неусыпный и мрак беспросветный матери пожирали младенцев отцы сношали дочерей брат срастался с братом и все это в беспрестанной круговерте искажений духа и плоти но зинку было уже не испугать она пуганная зинка то и вот за очередной дверью он колька сидит родненький на диване перед телевизором и пустую бутылку лижет язык внутрь засунул капли собирает коленька я за тобой пришла явилась безразлично заметил он постучал по донышку бутылки а я вот тебе кожу принесла она мне теперь без надобности чего мне под ней прятать то вот он я какой есть а другого нам не надобно коля зинка растерялась ты чего пойдем домой коленька а я говорит уже дома и ничего мне от тебя зинаида не нужно я про между прочим вообще на тебе женился потому что мамка твоя к участковому грозилась идти мол совратил несовершеннолетнюю и никуда я с тобой теперь не пойду ты мне и так вон всю плешь проела колька пошлепал себя по намечающейся лысине всю жизнь только и слышу здесь не пей тут не плюй там вообще веди себя прилично я чтоб ты знала только здесь спокойно вздохнул коля я я машеньку видела нашу машеньку о вспомнила хохотнул колька отсалютовал ей бутылкой да если б я тебя вовремя чем надо не подпоил ты бы мне с этим выродком вообще жизни не дала как подпоил зинка аж задохнулась поняв что ей только что на голубом глазу сообщил законный супруг а так средства для очистки труб в еду по чуть-чуть и бон аппетит ты чего думаешь я такой заботливый стал от любви большой да я тебя чтоб ты знал и не любил никогда так кинулся с голодухи а ты возьми да залети теперь зинка посмотрела на кольку по-новому пригляделась получше ба да он же гнилой весь весь червями изъеден от пяток до макушки теперь без кожи то все видно вон они черви в глазах в голове и даже вместо сердца клубок червей застыла зинка такого откровения даже кожу колькину выронила а тот и глянулся и спрашивает ну чего тебе еще сказал же никуда с тобой не пойду вон скоро матч начинается срыгни уже смотреть мешаешь и уставился в пустой треснутый экран который показывал не то белый шум не только пашащихся опарышей а зинка отшатнулась как от удара и побрела прочь все это было зря вся жизнь зря все лучшие годы все старания матка ейная все ему отдала все на алтарь бездушного борова спрогнивший червивой душой даже смерть зря вот если бы она осталась с женькой зинка рванулась по коридору сердцем вычуяла нужную комнату ногой распахнула дверь влетела точно вихрь под высоким потолком в петле болтался вечно молодой девятнадцатилетний женька шеево уродливо отвисла и вывернулась табурет валялся в стороне а пятки ему грызли оплывшие будто свечные огарки безногие уродцы они отхватывали куски мяса а то опять нарастала чтобы твари могли насытиться вновь лицо женьки было искажено всяческими страданиями на глазах тяжелое пелено агонии заметив зинку он изменился в лице спросил неверяще ты ангел 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 подтвердила зинка распихивая ногами жидколицых страхолюдин поднапряглась приподняла женьку какой он легкий оказывается после смерти и сняла веревку с крюка уродцы недовольно ворчали и норовили ухватить за пятки уже зинку раздалась третья петушиная песнь я рукой угладил новый свой жакет не сказал я матери про ее секрет лишь любовь безгрешная лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать сейчас или никогда ты здесь чтобы забрать меня отсюда слабым голосом спросил женька отвисел ты свое руку давай пойдешь со мной весельник уверенно кивнул и едва зинки на теплая и живая ладонь сомкнулась на женькиной серый и мертвый тут же весь мир пришел в движение превратился в неописуемую круговерть больно ударило чем-то в грудь запахло озоном и паленым волосом зинка открыла глаза в окне брежил рассвет над ней с дефибриллятором склонился петька ну как успешно спросила матушка софийская горло пересохло вышло только кивнуть и тут раздался чей-то вой и как только стекла не полопались орал колька он содрал повязку и теперь неловко ползал по полу щупал свое лицо и смотрел на все бешеными глазами точно контуженный чего это он удивилась матушка так на том свете падение сахар философский просипел петя уж я-то знаю это верно ну что дорогая дальше ты сама с ним справляйся а мы двинемся потихоньку матушка софийская засобиралась петя тоже споро скатал провода и упаковал все обратно в кофр на груди узины остались два круглых ожога у самой двери старушка обернулась денег мне твоих дочка не надо ты и так настрадалась но и коли снова запьет обращайся поможем думаю больше не запьет лукаво улыбнулась зинка когда за гостями захлопнулась дверь она подошла к супругу обняла его тот дернулся посмотрел на нее мутным взором спросил где я со мной дорогой теперь ты со мной стали жить поначалу женька на кольку не отзывался и вообще на зинку досадовал мол по какому праву его вырвали из положенного посмертного отдыха потом по выкся даже паспорт передумал менять выпить поначалу тянуло организм требовал но зинка это дело быстро пресекла жили душа в душу не дрались даже почти деньги завелись опять же и вот как-то раз зинка приходит с работы а в углу стоит этот системным блоком монитором до колонки гремят на экране шум пальба танки какие-то а у кольки бывшего женьки глаза-то горят как у прошлого муженька при виде бутылки словом увлекаться стал ночей не спал и работу прогуливал вздохнула зинка видать придется снова к бабке идти а